Библейский портал экзегет.ру представляет 108-й псалом. Наша сегодняшняя встреча, как и многие другие, проходит в актовом зале Срединской духовной семинарии и записывается в редакции портала экзегет.ру и видеозаписи этой и подобной лекции вы сможете найти на портале экзегет.ру 108-й псалом является жалобой человека, который пострадал от клеветы врагов. Язык воззвания ко Господу яркий и парадоксальный. Несчастный просит, чтобы Господь уничтожил не только самих врагов, но также их семьи. Боль и бескомпромиссность автора псалма далеки от заповеди Иисуса Христа своим ученикам. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Список пожеланий врагам, которые мы найдем в 6-м, 19-м стихах, настолько ужасен, что некоторые комментаторы даже считают, что как минимум часть высказываний является цитатой слов врагов против псалмопевца, а не словами псалмопевца против его врагов. Хотя такое толкование не исключено, но оно вступает в противоречие с логикой повествования. В самом тексте нет уверенных указаний, что в какой-то момент слова автора заканчиваются, а затем он цитирует слова врагов. Этот переход некоторые усматривают на границе 5-го, 6-го стиха. Но затем он снова проложает собственную речь, и такой переход наблюдается с 15-го на 16-го или с 19-го на 20-й стих. Выводы исследователей о смене ролей основываются на том, что в начале и в конце псалма автор говорит о врагах во множественном числе, а в середине текста об одном человеке, за которым усматривается сам псалмопевец. Однако в таком случае придется признать, что в тех стихах, где некий человек обвиняется в преследованиях нищего с целью его последующего умершления, речь идет о самом псалмопевце, исходя из того, что в основном тексте автор псалма выступает жертвой, а не агрессором. Логичнее предположить, что в 6-м и 19-м стихах описан лидер врагов, портрет которого является общим, собирательным для всей группы зложелателей. В 20-м стихе псалмопевец молится, чтобы на врагов обрушились их же проклятия. Если допустить, что в 6-м и 19-м стихах цитируются слова врагов, направленных на псалмопевца, в таком случае может оказаться, что характер самого псалмопевца ничуть не лучше тех лиц, которым он желает возмездия. Хотя описанные в псалме проклятия достаточно сильны, но по своему стилю они не отличаются от аналогичных высказываний в иных местах псалтыри. Поскольку враги псалмопевца по определению являются врагами Господа, поэтому защиту своего достоинства автор псалма воспринимает как защиту чести самого Бога. Поэтому мы будем стоять на той стороне, что у этого псалма есть единый автор, и все, что он пишет, он пишет от себя по отношению к врагам в единственном числе или во множественном числе. Композиция псалма. Псалм начинается с воззвания к Богу о помощи. Первые пять стихов. За которым следует длинный список наказаний, которые, по мысли автора, Бог должен направить на нечестивых и коварных людей. Затем псалмопевец снова взывает к Богу как к своему спасителю. И заканчивается псалмом обещанием прославить Господа. Рассмотрим детальнее стихи псалма. Первые три стиха. Первая просьба автора псалма – не примолчи. Бог всегда является объектом хвалы для авторов божественных гимнов. Поэтому он не должен молчать и оставаться бездеятельным, когда молящегося окружают нечестивцы. Враги – злы. Они безосновательно лгут и распускают о псалмопевце недобрые слухи. Они тем самым нарушают заповедь Божию «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». В основе их публичные клеветы не выявленные факты преступлений псалмопевца, а слова ненависти. Третий, пятый стихи. Враги используют клевету как оружие, окружают свою жертву клеветой со всех сторон. Если бы за псалмопевцем числилось бы преступление, то судьи должны были бы провести расследование. Псалмопевец не подставляет вторую щеку под удар, но по сути апеллирует к юридической процедуре возмездия за лжесвидетельство по закону Моисея. Цитирую второзаконие. «Судьи должны хорошо исследовать. Если свидетель тот, свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему. И так истреби зло и среды себя. И прочие услышат и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди тебя». Таким образом, псалмопевец, как человек Ветхого Завета, справедливо настаивает на том, чтобы выдвинутые против него ложные обвинения обрушились бы на обвинителей. Он убежден в своей невиновности и в том, что Господь на его стороне. Четвертый, пятый стихи. За умеренным русским словом «враждуют» стоит сильный древнееврейский глагол, который можно было бы перевести описательно так. «Поступают со мной, как сатана». То есть, если взять во внимание глагол, они буквально «сатануют». «Враги ложно обвиняют меня в совершении злых дел и таким образом, как сатана, противостоят мне и Господу». Хотя враги нападают без всякой причины. Псалмопевец любит их и молится за них. Противопоставление «они враждуют на меня, а я молюсь» оставляет что-то недосказанным. Многие толкователи хотели бы вставить здесь пояснительные слова, чтобы установить причинно-следственную связь. «Они враждуют, хотя я ничего не сделал непристойного» или «они начали враждовать, когда я молился». Так или иначе, автор псалма никому не давал повода для ненависти. Далее, 6-7 стихи, псалмопевец начинает длинный список наказаний, которые он желал бы врагам. Он говорит о враге в единственном числе, но любой читатель псалма понимает, что поминаемый здесь враг может выступать как собирательный образ. Не факт, что в одном враге может одновременно присутствовать столько зла, сколько, перечисляет псалмопевец. Первое из предлагаемых наказаний поставить судьей над негодяем такого же негодяя. Коррумпированный судья – злой человек, у которого затуманены глаза. Книга второзакония выдвигает по отношению к судье требования непредвзятости. «Не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых». Или в другом месте «Проклят, кто берет подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь неповинную». Хорошо было бы, чтобы эти слова знали на память современные судьи. Справа от такого негодяя стоит его советник, который по тексту псалма назван дьяволом, или точнее – сатаной. Дьявол или сатана в данном случае не просто политический оппонент, а ложный обвинитель, клеветник. Хотя в многих местах священного писания под сатаной понимается сверхъестественное существо, падший бесплотный дух, один из снов Божьих по природе. Но юридическая терминология данного псалма скорее свидетельствует о том, что одеснуя преступника стоит его дьявольский адвокат, наушник, человек, который подсказывает очередные ложные обвинения. Примеров, когда сатаной называется тот или иной человек, в Библии много. Так у Соломона был противник из царского и думейского рода по имени Адер. Сыны Саруи, которые были в числе близких Давиду людей, подавая ему как-то раз опрометчивый совет, стали для Давида на миг как противники, буквально по тексту – сатаной. Греческий эквивалент слова «сатана» мы находим в описании апостола Петра, который соблазнял Иисуса, поскольку думал не о том, что Божие, но что человеческое. Слова псалма «когда будет судиться, то выйдет виновным» 7 стих сами по себе кажутся понятными. «Если в основе твоих аргументов на суде является ложь, то ты выйдешь из суда осужденным». Труднее понять слова «молитва его добудет в грех» тот же 7 стих. Легче было бы сказать «просьба его добудет напрасной» или «его петиция добудет ему в осуждение». Однако в псалме однозначно речь идет о молитве, объектом, который является не земной судья, но Бог. Враг обращается с молитвой к Богу как высшей инстанцией, но в итоге выходит не просто виновным, но даже грешником. Бог лучше других знает, что и как происходило с каждым человеком. Для анализа улик ему свидетели не нужны. В отличие от земных судей, он абсолютно беспристрастный. Поэтому петиция негодяя к верховному судьи о своей невиновности только увеличивает его наказание, поскольку в центре аргументов клеветника самооправдание. Таким образом, показная молитва нераскаянного грешника пред Богом не приносит ему должного оправдания и служит ему во грех. Обратите внимание очередной раз на молитву мытаря в храме и на молитву фарисея. В 8-9 стихах псалмопевец молится о преждевременной смерти своего врага. Слово «достоинство» в 8 стих лучше было бы перевести как «должность» или «накопленное богатство». В рамках такой должности человек мог от имени царя, например, вести надзор за обширными заорданскими территориями или иметь попечение о важных составляющих храмового священного служения. Например, ему могло быть поручено смотреть и контролировать качество, состав и объем возжигаемого елея, заготовки дров, то есть целая какая-то храмовая сфера. в священнодействии. Отнятие должности было позором для мужчины, поскольку он терял достоинство в глазах общественности. Слова «достоинство» его довозьмет другой, кстати, цитируется в книге «Деяний» в контексте разговора Петра о судьбе Иуды Искариота, который по книге «Деяний» сначала получил жребий служения, и под этим мы подразумеваем служение апостольского, священного, но затем приобрел землю неправедную мздою. И здесь намекается как раз на ту землю горшечника, которая была куплена за 30 иудинок серебряников. В итоге Иуда позорно скончался, и жребий его принял другой. В греческом тексте Псалма и в книг «Деяний» за словом «достоинство» стоит известный для нас сейчас термин «епископство», «эпископэ», который первоначально означал не иерархическую должность, а полномочия того или иного мужчины вести надзор за теми или иными делами в общине. После смерти мужа по девятому стиху Псалма дети становятся сиротами, а жена вдовой. Поскольку кормилиц семьи не может передать свою официальную должность по наследству, после его смерти дети нищенствуют, скитаются и просят хлеба. Их дом превращается в руины 10 стих. Если заглянуть вперед в следующий стих, где речь идет о взаимодавце, который забирает все имущество умершего мужа, есть попытки под руинами увидеть указания не на разрушающийся дом, оставленный без ремонта, а на лачуги, в которых живут дети без определенного места жительства. Картонные коробки. По-другому дети оказываются беспризорниками и бомжами. 11-13 стихи. После смерти врага его взаимодавец или в целом кредиторы прийдут и завладеют его имуществом. Все, что не заберут они, отнимут чужие люди. Это, кстати, хороший, может быть, намек и напоминание тем людям, которые и в наши дни собирают себе сокровища на земле якобы для того, чтобы есть, пить и веселиться, а оправдывают себя тем, что они должны что-то оставить своим детям, квартиру, машину, хорошую должность. Если следовать Евангелию, не знает час человек, в который души его истяжут ангелы и пристанет пред судом. И кому достанется его богатство? Если следовать в псалму, равно как и Евангелию, оно даже детям не достанется. Поэтому напрасно занимается хищением тот чиновник, который оправдывает себя тем, что это делает ради детей. Вполне возможно, что детям от этого ничего, кроме отцовского позора, не останется. В истории пророка Елисея описывается случай, как одна из женщин потеряла мужа, осталась вдовой. Но ее муж был непростым человеком. Он был человеком богобоязненным и даже входил в число сынов пророческих. Поскольку она была бедной и не могла расплатиться по кредиту мужа, взаимодавец, согласно 4 книге царств, собирался отобрать у нее обоих детей себе в рабы, поработить. Такое было древнее общество. Дети по долгам родителей могли быть проданы в рабство. Горестное положение семьи врага усугубляется тем, что его домочадцев не будет сострадающего, никто не помилует его сирот. 12 стих. Постепенно псалмопевец повышает градус напряженности своего рассказа и далее говорит, что после смерти врага и потомки его умрут, чтобы прекратилось преемствие его рода в самом ближайшем поколении. Это значит, что даже имя врага после его смерти все быстро забудут. И хочется спросить, а что же это должен быть за человек богатый при должности, у которого не найдется даже друга, чтобы не просто позаботиться о детях, но чтобы их пожалеть. Неужели это портрет перед нами человека, который заслужил себе власть таким путем, что после его смерти даже его подчиненные оставляют без всякого сожаления его собственных детей. Поэтому, когда мы читаем в псалме жестокие слова о возможных наказаниях о враге, можно здесь посмотреть в обратной перспективе. Что же это должен быть за человек, что не найдется у него и одного сострадающего к его жене или детям. В последующих 14-15 стихах псалмопевец желает врагу, чтобы память о его родителях изгладилась с лица земли, но при этом, чтобы они у Бога не получили прощения. В данном случае просьба автора псалма диаметрально противоположна молитве Давида. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои». То есть изгладь память о моих беззакониях. Бог не должен закрывать глаза на беззаконие Отца и грех матери врага. Как следствие, их имена стираются из памяти потопков, но их плохие поступки продолжают жить в народной памяти и пересказываются детям в качестве назидания о том, как не надо поступать. Только с 16 стиха мы постепенно начинаем понимать, какова причина такого яростного негодования псалмопевца на своего врага. «Он не думал оказывать милость, но преследовал человека бедного, чтобы умертвить его». Перед нами краткая характеристика человека, у которого нет ни капли совести. Он без всякого сострадания преследует бедного и морально подавленного согражданина и получает от его смерти не деньги, не имущество, а удовольствие. Он получает удовольствие от самой погоней за жизнью и умешлением невиновного человека. Ужас! Его жестокосердие диаметрально противоположно милосердию Божию. Слово «проклятие» 17 стих далеко от обозначения вульгарных или нецензурных выражений. Под «проклятием» здесь понимается словесная формула, которая является призывом к Богу послать несчастье на другого человека. Проклятие противоположно благословению. Вместе с проклятием на человека могут упасть злорадства врагов, публичное осмеяния, злострадания и скитания в чужих землях самого пострадавшего. Попавший под проклятие человек может стать предметом ужаса для вразумления окружающих. Итак, враг псалмопевца вместо того, чтобы просить у Бога добра для других людей, предпочитал зложелательство. Более того, он как бы у самого Бога выпрашивал разных кар для невинных людей. В 18-19 стихе проклятие для врага стало таким же естественным, как ношение верхней одежды или пояса. Он с легкостью, без остановки проклинает других, как вода проникает в тело и становится частью самого организма, или как масло, которым намазывается кожа, становится частью плоти, костей. Так и проклятие врага, видимо, стали частью его натуры. Пропитанный желчью человек источает смрад, в отличие от благочестивого человека, внутренность которого благословляет Святое Имя Господа. 102 Псалом. Уподобление проклятия в воде, которая проникает в тело, мог же также в ином сюжете встретить в книге чисел. Там, кстати, описан ритуал, согласно которому замужняя женщина, которую ревнует и подозревает в прелюбодеянии муж, должна выпить горькую воду на водящую проклятие. Если женщина грешна, вода должна сработать как катализатор проклятия, опухнет чрево ее и опадет лона ее. Если же она чиста, то останется невредимую и будет оплодотворяема семенем. Итак, бездетность это проклятие, и наоборот, благословение это возможность рожать детей. ритуал наведения проклятия совершает священник, который добавляет к святой воде землю с полоскинии. Следовательно, проклятием в этом ритуале является не сама вода, она является святой, а кара Господня, которая начинает действовать после прочтения соответствующих слов священнослужителям и выпиванием женщиной святой воды, ставшей горькой. В 20-м стихе подводится итог перечисленным выше прошением о наказаниях врагу. Псалмопевец использует при этом слово воздаяние, которое обычно обозначает награду за труд или хорошее дело. По книге притч награда верная сеющему правду. Господь Бог вознаграждает каждого по делам Его. Обычно воздаяние Божие ожидается людьми с радостью. Но в данном случае, что редко в Библии, воздаяние Божие приносит страдания. Враги желали зла псалмопевцу, но это зло бумерангом вернулось к ним. В 21-м стихе находится ряд непривычных словосочетаний. Господи Господин – это имя и титул Бога, ради имени Твоего, то есть как Ты и обещал, ибо благо милость Твоя, другими словами, вследствие Твоей любви и доброты, Ты добрый и любишь меня. 23-й стих говорит о том, что мое сердце уязвлено, пронзено, значит, мне больно. Я не только беден и нищ, но также испытываю физическую и эмоциональную боль. В 23-м стихе псалмопевец сравнивает себя с удлиняющейся вечерней тенью. Под конец дня тени от предметов увеличиваются, в то время как солнце дает все меньше света и тепла. Так и жизни человека по мере приближения к смерти все больше становится похожей на тень. Жизненную нестабильность псалмопевец также сравнивает с саранчой, которая ветром стряхивается с растений или с одежды и уносится далеко от питательных листьев. Под постом здесь, скорее всего, можно понимать недостаток пищи, а не добровольное ограничение себя от определенных продуктов питания. Видимо, автор псалма потерял аппетит, еда стала ему отвратительной. Он стал терять в весе вследствие того, что организм стал сжигать подкожный жир. Вряд ли потуком здесь имеется в виду оливковое масло, от натирания которым стал воздерживаться псалмопевец. В результате влияния на организм психических переживаний и голода псалмопевец похудел и стал посмешищем для своих обвинителей. В этом псалме, это псалом Давида, скорее, некий диалог с Богом. То есть, если я виновен, оттуда буду осужден. То есть, как бы, некое признание «Господи, ты разбираешь мое дело на твоем праведном суде». Все аргументы «Я согласен с покорностью принять наказание за свою вину, если я виновен». Примерно так. То есть, пусть я отпаду от Господа осужденным тощим, то есть, без его милости. А милость Господа всегда отождествляется словом «тук», «жир». То есть, когда у меня всё жреет, но не здесь где-то на складках, а когда у меня прибавляется скот, житницы, детей, людей становится много. Вот тучный человек в библейском мышлении, это не жирный человек, а человек, у которого изобилие. Итак, отпаду от Бога тощ, то есть, не худеньким от него уйду из храма, похудею там, в силу того, что мне будет психологически тяжело, а в силу того, что я лишусь благ земных. Вот какое условие. Здесь скорее не клятва. Здесь скорее некий такой диалог с Богом, призыв к его справедливости. Но рассматриваем ныне в 108-м псалме, там совершенно другая история. Есть портрет человека, который проклинает и проклинает ежедневно. И поэтому псалмопевец как бы ставит перед общественностью такой вопрос. А что же ты хочешь, если ты одеваешься в проклятие, если ты живешь проклятием, если оно как вода, которую ты пьешь и как вода, которую ты источаешь, то что же ты хочешь? Это проклятие к тебе вернется. Все то, что ты желал нищему, преследуя до смерти, все ты и получишь в виде своей собственной смерти. Но более того, ты надеялся на то, что ты соберешь имущество, ты это потеряешь. Не надейся. Ты надеялся на то, что твои дети унаследуют должность, потеряешь. Не надейся. Ты обрати внимание на то, в каком круге людей ты живешь. Ты живешь среди разбойников. Если сатана является твоим адвокатом, то как ты думаешь, придет ли сатана утешить твоих детей? Он по природе клеветник. Ты не с тем дружишь. Ты не так дружишь. Обрати внимание на свою жизнь. Я бы сказал так, что этот псалом, на мой взгляд, это хороший способ, гомеопатическое средство. Встряхнуть человека. Задумайся. Вот ты идешь в храм, ты молишься как мэтр или как фарисей. Вот в каком состоянии ты переходишь в храм? Что для тебя молитва? Чего ты боишься? Ты боишься в том, что ты сейчас потеряешь наследство своего мужа на суде. А не боишься ли ты, что ты, судясь со своими детьми, и отвоевывая квартиру, потеряешь детей? И потом ты станешь старухой, будешь лежать с какими-то червями на кровати, и к тебе ни сын, ни дочь не придет тебя перевернуть. А может, лучше тебе было бы уступить им квартиру. Поживешь какое-то время на свою зарплату или на пенсию в хостеле. Но когда тебе станет плохо, взыграет совесть у твоих детей, и они придут о тебе позаботиться. Ведь ужас, что происходит. В православных семьях женщина идет брать богословение у батюшки на суд со своими детьми за наследство своего мужа. Ну вот, вот такое гомеопатическое средство надо рекомендовать. Пусть читает этот псалом, а то она хочет утешиться, а ей можно в качестве молитвенного правила это к намесе сдать. Вот каждый день читай 108-й псалом, станет легче, может быть. Псалмопевец надеется на помощь Божию, поскольку его любовь в 26-м стихе в русском тексте стоит милость. Но в исходном тексте любовь, любовь Божия постоянная, она никогда не прекращается. Псалмопевец абсолютно уверен, что Господь ответит на просьбу и поэтому молится, чтобы вмешательство Господа в жизни пострадавшего от клеветы увидели и признали враги. 28-й, 29-й стихи. Проклятия врагов противоположны благословениям Бога. Враги превозносятся на слабом, а псалмопевец умоляется, называя себя рабом Божиим. Сейчас они восстают, но когда придет время, будут постыжены. Пожелание врагам да облекутся бесчестьем, да покроются стыдом, характерны для многих псалмов. В очередной раз в данном псалме они называются противниками. Хотя за русским словом противник в древнееврейском исходнике считается сатана, но вряд ли врагов можно назвать сатанистами в современном понимании этого термина. Псалом завершается обещанием публично восхвалять Господа, потому что он стал адвокатом бедного, чтобы спасти его от несправедливого осуждения. Автор псалма подчеркивает, что собирается громко славить Господа и публично хвалить Его среди множества людей, собравшихся в храме. Такое громкое прославление Бога не обязательно говорит о силе голоса. Скорее, речь идет в целом о разнообразных и весомых видах прославления Творца. Септуагента вместо еврейского «сильно» использует слово «чрезвычайно», что говорит о благодарности в высшей степени. Как одесную нечестиво стоит дьявол, так одесную бедного стоит Господь. Стоит справа, значит, защищает, поддерживает, подает руку помощи и руководящие советы. Псалом завершается нотой уверенности, что Господь готов помочь нуждающемуся. «Бедным, о котором шла речь на протяжении псалма, это не нищий материально, а бедовый, претерпевший различные беды, злоключение человек. Таким образом, Бог хвалы моей, к которому обращается автор псалма в ступительных словах, это тот же Господь, которого Он теперь публично благодарит в Великом собрании народа в храме». Текст 108-го псалма поднимает непростой вопрос допустимости клятв и проклятий в духовной практике. Слова гимна Псалтыри невозможно изменить. Они являются богодухновенными текстами и не противоречат другим частям библейского откровения. Псалмопевец, который просит бесконечно милостивого Бога о снисхождении к себе, не испытывает ни малейшей жалости к своим клеветникам. Мы не знаем, чем они заслужили такое бескомпромиссное к ним отношение. Если бы каждый из нас получал от Бога по заслугам, то очень мало людей на земле оказались бы достойными рая. В этом отношении новый завет стоит выше ветхого. В свете евангельского благовестия апостол Павел говорит «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». Апостол Павел продолжает идею самого Господа Иисуса Христа, который говорит «Не клянитесь вовсе». Клятва, проклятие, однокоренные слова. Скорее, можно было бы сказать, в целом, по идее Нового Завета, по, так сказать, богословской ему теме соответствующей, всякое проклятие и клятва, они запрещены. Но запрещены не категорично, как некий обет послушания Богу. У нас есть монашеские обеты, у нас есть храмы, которые строятся по обетам, есть присяга воинская. Поэтому здесь скорее идет речь у апостола Павла о том, чтобы мы вообще не использовали проклятие как некое условие или по отношению к себе, или к другим людям. Вот в Ветхом Завете это была популярна такая форма. «То и то дозделает мне Господь, если я там не уничтожу до вечера своего врага». Это, кстати, Давид применяет. Посмотрите, в первой книге Самуила, то есть в первой книге царств, когда он идет убивать Навала и говорит, «То и то дозделает мне Господь, если к вечеру я не убью всякого лица мужеского пола, там такой образ, простите, мочащегося к стене, имеется в виду мужчин. Если к вечеру не убью всех мужчин в этом доме, то пусть меня Господь покарает». Вот такая клятва или другая. Пусть у тебя отсохнет язык или рука. Вот такая форма клятвы, она категорически запрещена в богословии апостола Павла. Категорически. Вот это не может быть предметом нашего обета. Или, как сейчас дети в школе говорят, нам нужно следить за тем, что говорят наши дети. Отдаю зуб на отсечении или отвечаю. Ну, как ты можешь отвечать? У тебя волосы на голове все сочтены, без воли Божьей волос не может упасть. А как ты можешь отвечать за то, что с тобой будет завтра или послезавтра, если ты не можешь контролировать ни себя, ни обстоятельства? Вот я бы сказал так, что вот здесь есть соответствующий запрет. Такой достаточно жесткий запрет. Кстати, в отношении родителей, в отношении беззакония отца и греха матери, чаще все-таки под грехом матери мы понимаем наследование первородного греха. Испорность в человеческой природе. То есть не сама мать в этом виновата. Виноват Адам и Ева. Они согрешили. Но в силу рождения от греховных праотцов мы унаследуем эту греховную порчу. Когда мы встречаем словосочетание грех матери, то чаще всего речь идет не о личной виновности матери, в силу того, что она там женщина, например. Нет, отнюдь нет. А в силу испорностности вот этой материнской природы. Но вот как раз отец во многих случаях ответственность семье, она ложится на отца. То есть невоспитанные дети – виновность отца. Какое-то преступление, которое совершила вся семья с соучастниками, беззаконие отца. Поэтому отдельно выделяются старейшины, как главы родов, которые должны быть некими епископами в своей фамилии. Роль дедушки и прадедушки в патриархальном обществе была максимально высокая. Это не только первое, это право сесть за стол и первому взять ложку в руки, из котелка себе тарелку положить, как это было в русской патриархальной среде. Садится дедушка за стол, я так застал своего прадедушки, никто, там 12 детей у него было, мой дед был самым старшим, никто не смел право ложку взять в руки, пока прадед не возьмет ложку. То есть не только было право чести, о чем сейчас забывают в современных семьях, но и была ответственность. Прадед отвечал за воспитание всех. Это не означает, что когда дети выросли, им стало по 40 лет, и он продолжает за них отвечать, он отвечает за них, пока они маленькие. И прежде всего это родительское воспитание в библейском мышлении оно касалось поведения, слов, речи, как ребенок общается. И главный добродетель по книгам премудрости Ветхого Завета, которые отец прививал своему сыну, там дедушка, праотец, это было добродетель уважения к старшим, уважение к родителям, к начальникам земным, к работодателям, к чиновникам. Это самое первое. Уважение к старшему поколению. Потому что если будет уважение к старшему поколению, будет уважение и к ролям отцовства, материнства, будет правильной иерархии. Итак, грех матери. В данном псалме, правда, мы узнаем что-то парадоксальное. Речь идет, возможно, не о этой наследственной природе, о каких-то личных грехах родителей. То есть можно угадать некий намек, что от дерева греховного и побег греховный может быть подразумевалась даже какая-то конкретная личность. Вот тот человек, который здесь в единственном числе упоминается. Мол, в преступной семье появился такой же преступник. И что отец и мать достойно суждения. Но так или иначе мы видим такую антиномию. Имя, память о нем, как о личности, должна быть стерта. Все. Истребление детей это необходимость для того, чтобы порча не распространялась. Но вот этот родительский грех отца и матери врага, они должны быть воспомянуты пред Богом, равно поминаемы в Библии, читаемые, воспоминаемые в поседневной жизни древних израильтян, чтобы это было назидательным примером. Приведу в завершение пример с этим же самым навалом. Навал. Это имя означает дурак, глупец. А каково имя, такое содержание. Вполне возможно, что это было имя нарицательным. Может быть, даже не собственное в начале. Нарицательным. Вот что поразительно, для Библии этот персонал стал типовым. Таким вот уже шаблонным именем. Вот как у нас сейчас наименование города, Содом или Гамора, стали нарицательным. Мы говорим, Содомский грех. Или в древности говорили еще грех Навала, грех Анана, отсюда соответствующее обозначение этого греха. И так далее. Итак, имена собственные могли стать нарицательными. Грех Хама, отсюда Хамить. И так далее. Так вот, мы об этом Навале не знаем ничего хорошего. Вот что удивительно. А может быть, не такой уж плохой человек. Его супруга Ависаага стала в последующем женой самого Давида. Было ли что-то у этого человека хорошего? Мы не знаем. Это стерлось из народной памяти. Где он родился, как он жил, как он пришел в это состояние, тоже неизвестно. И имя-то его стало нарицательным. И поэтому получается, что сам Навал действительно в первом поколении исчезает. У него нет потомков. И даже жену его, которая, видно, была добродетельной женщиной, забирает к себе Давид, чтобы никого у этого Навала не осталось. Но сохраняется память о самом беззаконии. Вот такой парадокс библейских текстов. Они сохраняют нам примеры тех иных личностей с именами или без имен, чтобы для нас они были назиданием. Положительным или отрицательным назиданием. И так, таким образом, получается, что пред Богом это беззаконие помнится. Господь не забыл об этом беззаконии, как о неком феномене. И нам оставил воспоминания. Но память об этой личности, то есть, их пример истирается, потому что Бог не хочет, чтобы кто-либо им подражал. Псалмопевец, хотя и верил в благословляющего Бога, сам все еще жил в парадигме дохристианского мышления. Сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему по книге Второзакония, да не пощадить его глаз твой, душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Какой кто сделает вред ближнему своему, тем должно отплатить ему Ветхий Завет. Я помню в одной такой дискуссии я участвовал на конференции, где были представлены доклады христианских и еврейских ученых. В частности, поднимался портрет блудницы, о которой простил грех Христос. Вы помните сюжет, когда он писал на песке и женщину, которую застали в прелюбодеянии, привели, поставили перед ним и сказали, что таких надо повевать камнями. Он сказал, кто первый безреха, бросит в нее камень. Нам кажется, что вот пример всемилостивого Господа. И вот один из докладчиков на этой конференции говорит, вот оно, евангельское благовестие, любовь, любовь и любовь. Стал еврейский ученый и привел еще несколько других евангельских примеров с совершенно противоположной точки зрения. Говорит, во-первых, если мы сейчас будем жить по Евангелию, у нас будет сплошное попустительство. Нам нужно тогда отменить вообще всю систему правосудия. Тюрьмы, полицию и так далее. И что мы получим? Мы получим общество, в котором царствует неконтролируемое зло. Но мы все прекрасно понимаем, что с точки зрения гражданского права строгий закон работает лучше, чем мягкий закон. И в таких странах, например, как Иран, где люди живут по Ветхому Завету, количество краж меньше, потому что после кражи отрубают руку. Одноруких людей там немного. А у нас преступников, которые сидят за кражу в тюрьмах российских, переполнены тюрьмы. Поэтому, конечно, большой вопрос, что лучше работает, что эффективнее с точки зрения правосудия. И действительно, если мы посмотрим глазами человека либерального, то кажется, Ветхий Завет такой жестокий, бескомпромиссный, немилостивый. Это все рудимент прошлого. А сейчас у нас демократические, терпимые, открытые законы и т.д. и т.п. Кстати, между прочим, замену телесных повреждений выкупом придумали сами евреи где-то в 63-м году от Дрождества Христова. Кстати, после этого очень сильно обогатела казна храма. Прямо так деньги пошли рекой. Я уж не знаю, с чем это связано. Поэтому если говорить о наших подходах, они во многом зависят от того, какой результат мы хотим получить. Я встречал некоторых православных людей, которые говорят, вот было бы хорошо, чтобы наша система правосудия была более жесткой. Кто-то даже стоит на стороне восстановления телесных наказаний, а потому что они действительно эффективно работают. Но есть проблема, нерешенная проблема, проблема святости самих законов, по которым мы живем, и святости судей, которые судят. Иногда бывает либеральный закон, он помогает мягкосердечному судье, когда он видит раскающегося преступника, его помиловать. Иногда бывает жесткий закон, помогает справедливому суде, наказать преступника так, чтобы он надолго был исключен из общества немощных людей. А иногда наоборот, либеральный закон нечестному судье помогает взять взятку, а жесткий закон немилосердному судье наказать человека, в отношении которого не были тщательным образом исследованы все факты. Поэтому дискуссия тупиковая святых законов земных нет. В каждой стране есть какие-то изъяны. К сожалению, даже при всех совершенных законах, как в нашей стране, наблюдается их тотальное неисполнение. Вернее, как обычно это все трактуется, как известные поговорки «казнить нельзя помиловать». И вот каждый судья, пользуясь адвокатами справа и слева, название этих адвокатов сегодня уже привел, он думает «а где же сегодня мне поставить запятую?» И начинает измерять своими личными потребностями. Так, сыну 16 лет, хочет поступить в Оксфорд. А, ладно, вот здесь поставлю запятую. Сын вырос, сам зарабатывает на жизнь, я пошел в храм, стал молиться каждый день, мне денег хватает, в другом месте сегодня поставили запятую. Ну вот и так начинается эта линейка двигаться сюда-сюда. Безусловно, пожелание наказания врагу должно было нести прежде всего предупредительный, а не карающий эффект. Воспитывать страх перед наказанием, но не страх перед Богом. Но сами угрожающие пожелания псалма «да будет» говорят о жажде возмездия на земле, приоритете торжества справедливости в гражданском обществе. Апостол Павел напротив предлагает нам зайти на высоту духа и обозреть мир межличностных отношений с точки зрения воздаяния на небесах. В такой апостольской перспективе на первый план выходит способность человека набраться терпения. Как пишет Павел в послании к римлянам, «Кто же отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или негода, или опасность, или меч? Как написано, «За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец обреченных на заклание, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангел, ни высота, глубина, ни другая, какая тварь, не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем». Такой псалом, когда слышишь в храме, боязно становится немножко. «Да будет молитва в грех, достанет дьявол одесну его, да будет жена его вдовой, а дети сиротами». Правда страшно? Но если мы посмотрим с другой перспективы, что этот человек, о котором речь идет в псалме, он сам на себя беду накликал, то может быть для нас это будет предупредительным сигналом, чтобы мы ни в коем случае не употребляли никаких проклятий. Вот Александр Довженко, мне кажется, в своих кинофильмах, там, показав образ одной крестьянки из деревни, очень ярко подчеркнул ту порщу, которую наводит человек сам на себя, извергая из себя проклятие. Порщу не в мистическом смысле, как сейчас некоторые мистически настроенные сограждане бегут в храм, как бы там прочесть чакры, избавиться от глаза, а порщу в реальном психологическом смысле. Когда человек портится, портится, начинает сам становиться, как гнилушка, гниет изнутри, и потом из его уст льется болото. Вот поэтому нам ни в коем случае нельзя злоупотреблять именем Божиим, и когда мы употребляем имя Божие, пусть наши слова будут только благопожеланиями по отношению к другим людям. Раз. Второе, что еще раз подчеркну, в отношении того, что молитва может быть во грех, об этом мы сегодня говорили, это не означает, что есть какая-то греховная молитва, что есть какие-то слова неправильные, пронеся которые я согрешу. Речь идет о том состоянии и о том содержании молитвы. о которой произносится человеком. Особенно если эта молитва связана с тем, чтобы у меня что-то было за счет другого человека. Вот. Как иногда бывает, дети молятся «Господи, пусть заболеет сегодня учительница, чтобы у меня не было экзамена». Правда, не очень хорошая молитва. Лучше бы молился этот ученик «Господи, дай мне разума и сил подготовиться к этому экзамену». Но у нас же часто бывает наоборот, «Господи, благослови меня через этого батюшку или батюшка благословите иду на суд судиться». Она не ждет, что я сейчас ей прочитаю лекцию о том, что судиться греховно, особенно, если делишь наследство мужа, о том, что не надо доходить до суда и надо разобраться, почему ты пришла в такое состояние, что теперь уже с тобой кто-то судится, о том, что прежде чем ты идешь судиться, надо покаяться в своих грехах. Этот человек не вопрошает, он стоит с бочкой информации, почему ему плохо, просит батюшку, а батюшка, можно с вами минуточку поговорить. Каждый первый такой случай, это означает, что уже заготовлена речь на 15 минут, неважно, куда спешит священник, чем он занимается, ждут ли его люди, боль ли он, замерзает ли он в этой рясе на холоде. Человек пришел с бочкой проблем. И вот идут свободные уши, вот они пробегают. И чтобы стало легче, всю эту грязь надо на кого-то вылить. А это, знаете, как эффект колодца. Если вода чистая, то чем больше черпаешь, тем чище колодец становится. А если там бочка дуста, то чем больше черпаешь, тем больше этого же дуста прибавляется. Поэтому не всегда, как говорят, выговорится, приносит человеку облегчение. В некоторых случаях эти сплетни на кухне с удачеством, они только прибавляют в арифметической прогрессе всей той гадости, которую мы себя вычерпываем. И вот очередной раз батюшка, благословите, это же молитва, благословите, чтобы суд удачно завершился. А как я священник, как священник, могу ее благословить по своей совести, если я где-то краем своего ума почти что на 50%, понимаю, что здесь что-то не так, что ей надо не благословляться, чтобы суд произошел и все было хорошо. Ей нужно каяться в том, что с ней кто-то судится, потому что нет дыма без огня, как правило. Есть две стороны, обвинитель и обвиняемый. И всегда есть какой-то повод. В книге Деяний там есть очень важное предупреждение. Но смотрите, чтобы вас не привлекли к суду по какому-то гражданскому правонарушению. Поэтому человек, который избирается в клир, что в древности, что и сейчас священнослужитель, должен иметь доброе свидетельство от внешних. Я бы сказал больше, так сказать, со своей собственной натяжкой, когда рукополагают того или иного молодого человека в деканале священники, хорошо бы проверить, чтобы у него не было судебных исков по ипотеке или еще по каким-то другим правонарушениям. Посмотреть, сколько раз у него было административных правонарушений за превышение скорости в нетрезвом состоянии. Может быть, тогда епископ задумается, если этот человек столько раз штрафовался за алкоголь за рулем, не получится ли так, что потом ему, епископу, придется краснеть, когда батюшка сядет в тюрьму. Вот. Так что, если говорить о том, что молитва может быть в грех, проблема не в молитве, а в том состоянии, в котором нераскаянный грешник идет к Богу за каким-то прошением. поэтому иногда бывает, человек далекий от Бога, он меньше наказуем от Бога за то, что не молится и не ходит в храм. Такой благочестивый атеист, чем тот человек, который себя показушно выставляет как верующий, ныряет в проруби ночью на 19 января, но при этом кого-то обокрал, кого-то совершил какие-то еще другие тяжкие грехи и жене изменил. Субтитры сделал DimaTorzok